Новый год наступил окончательно и бесповоротно на всех календарях. 14 января, 14 января это не только первый день года по старому стилю в России, но и последний день сбора отслуживших елок в Америке. 30 миллионов новогодних деревьев отправились в переработку. Флагман экологического движения, конечно, Нью-Йорк. Здесь начался так называемый Малчфест, фестиваль опилок. Елена Мещерякова проводила в последний путь главный атрибут праздника. Если вместо подарков под елкой залежалась хвоя, время расставаться с праздниками. Игрушки на антресоли, дерево на обочину. Она больше не выглядит счастливой. Поникшая и грустная елка. Пора покончить с ней, чтобы не было еще больше бардака в доме. Сожалеть о потерянных елках американцы не любят. В конце концов, 100 тысяч человек заняты на вечно зеленых плантациях в 50 штатах США. Через 7 лет полноразмерное растение готово к зимней вахте. А еще через 3-4 недели к жизни после смерти. Кайл из тех 98% нью-йоркцев, которые по призыву рекламы каждый год в назначенное время выносят на улицу очищенный от мишуры лесопилочный материал. Традицию переработки елок в палке завел бывший мэр. Майкл Бумберг насаждал экологический образ жизни своими руками. Новый мэр Ди Бласио у передвижных городских лесопилок замечен не был. Но пример вышестоящих горожанам уже не нужен. Вошло в привычку. Мы увидели объявление на 59-й улице и притащили свою елочку. Ее превратят в опилки, и это здорово. Круговорот деревьев в природе – отличная вещь, не так ли? Пенсионеры Тим и Джон – победители многочисленных экологических конкурсов и зеленых акций. Они сортируют мусор, чистят дворы и периодически ругаются с соседями, которые забывают убрать за своими собачками. Активных горожан неоднократно примировали бесплатными ужинами в ресторанах. А пятилетний лис – еще надо объяснять, зачем мама в одной руке несет ее, а в другой – елку. Мы принесли это дерево, потому что оно поможет другим деревьям расти большими-большими. Правильно? 25-метровое украшение Рокфеллер-центра жалко пускать на опилочный компост. Главную елку распиливают на доски, подписывают с торца и отправляют на строительство домов особо нуждающимся. Хозяевам положено гордиться именным подарком. Совсем отказаться от дерева на Рождество – экологический экстрим, свойственный далеко не всем. Я не наряжаю елку дома, но всегда фотографирую город на Рождество. Не хочу участвовать в убийстве деревьев. В Америке существуют тысячи сравнительно зеленых способов избавиться от комплекса вины. Хвойный – отличный энергоноситель, косметический препарат, ландшафтный элемент и животноводческая биодобавка. В Вермонте ими отапливают каждый десятый дом, в Нью-Джерси укрепляют песчаные берега после Сэнди. В Нью-Йорке из года в год вырастает Малч-Курган высотой метров 15. Мульча покрывала для почвы из опилок и щепок лучший способ сохранить в тепле и комфорте дебри центрального парка. Елки – это не только ценный праздничный атрибут, это еще и сотни, а то и тысячи метров ценнейшего удобрения. Последним новогодний подарок в этом городе получает именно центральный парк, свежайшие опилки. Что еще нужно главному парку города, чтобы выглядеть цветущим весь наступивший год? Елена Мещерякова, Анатолий Кошенко, Анна Сытиани, телекомпания «Артивяй», Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин